Всем привет! Добро пожаловать в новое видео. Это будет шоппинг-влог. Я сегодня беру вас с собой, точнее вытягиваю себя и заодно поснимаю примерку каких-то вещей из актуальной коллекции. У меня нет какой-то конкретной цели приобрести что-то, возможно шапочку и ботинки, а дальше как получится. Поехали вдохновиться и немножко развеять голову. Сейчас мы с вами идем в H&M. Оказалось, что в H&M много таких комфортных, уютных вещей именно на каждый день. Я взяла то, что было в моем размере, там более-менее несколько аксессуаров. Мы посмотрим, как это выглядит на мне. Но вообще я себе представляю очень много уютных, комфортных образов на каждый день с каждым элементом. Здесь еще и две пары обуви, так что давайте начнем. О май гад, я сейчас сварюсь я вам, честно говорю. Первый наряд, который я хочу вам продемонстрировать, мне нравится, я бы так пошла. Это, во-первых, велюровый костюм, который я обязательно вам покажу без куртки. Такой же есть и молочного цвета, но я подумала, что в этот раз продемонстрирую вам кое-что другое. И для того, чтобы поддержать этот же цвет в аксессуаре, я выбрала себе шарф в клеточку. Также я взяла супермодные аксессуары, вот такую мягкую сумку. Наверное, она уедет со мной. Уж слишком она прикольная, она мягкая, вместительная. То есть это шоппер, он представлен в двух цветах. Также на мне внизу вот такие ботинки, которые очень сильно напоминают мои альдо, которые сносились только с несколькими отличиями. Во-первых, у меня кожаная, это эко-кожа, у меня 38 размер, не жмут, не спадают и довольно-таки комфортные, я должна вам сказать. И мои застегиваются изнутри на замок, то есть каждый раз мне не приходится их расшнуровывать. А эти придется или же носить вот так, как сейчас на мне, в слегка расхлябанном виде. Но так тоже очень даже ничего. Для прогулок по городу, для того, чтобы сильно выбежать в магазин, пойти прогуляться с ребенком. Мы часто ездим в горы, куда-то там, поэтому мне бы такой лук точно пригодился. Куртка. Напоминаю ту, которую я показывала вам из Алиэкспресс. Ну, конечно, надеяться на то, что она сильно согреет вас зимой, я бы не стала, потому что она очень свободная. Очень, я имею в виду, реально очень, потому что это размер XS. То есть, если вы миниатюрная девочка, то, конечно, она на вас не подойдет или будет сидеть слишком объемно. Есть два кармана, она застегивается на пуговицы. И честно вам говорю, что уж лучше взять какой-то объемный светлый пуховик или просто куртку с утеплителем, потому что вот это только на раннюю весну, не раннюю, позднюю весну или на раннюю осень. У нас погода еще позволяет такое носить. Костюм, наверное, я такие возьму и буду носить со своей курткой из Алика. Если вы смелая модница или просто ищите интересный такой милый аксессуар, то в H&M сейчас есть вот такие шапочки. Они представлены в нескольких расцветках, я все-таки беру себе это. Вы мне писали, что она еще и теплая. Это модно, стильная, она очень хорошо дополняет все уютные зимние наряды. Вы согласны со мной? Есть еще такая же черная и фиолетовая. Но я, как девушка нюд, все-таки возьму себе такую. Представим, что на мне теплая, объемная зимняя светлая куртка. И мы с вами отправляемся на зимнюю прогулку. Я предлагаю вам обуть вот такие зимние ботинки. У меня есть одни из H&M с прошлого года. Вы знаете, они хорошо сохранились, я реально не замерзла в них зимой. Только не вот эти, а другие. Если они есть в этом году, то я вам поищу. У меня в цвете хаки. Эти очень прикольные, типа как стиль инуки. У меня были в прошлом году другие, и, между прочим, они разлезлись. При том, что они были гораздо дороже, чем в H&M. Вот эти видела у нас только в одном цвете, но, возможно, есть и другие. Это искусственный мех. Я знаю, что не всем нравятся уги и вот такого плана обувь. Мне показались они тяжеловатыми, но вот сейчас, когда я стою в них, то все окей. У меня нареканий нет. И этот искусственный мех еще и внутри. Когда реально двигаешься, когда даже там минус 13 и снег, лично мне не холодно. Но вы смотрите сами, вы всегда можете надеть какие-то теплые носочки, например, с шерстью или с кашемиром. Или сангоры, с чем там они бывают, но именно теплые. Еще раз поближе покажу ботиночки. Здесь толстая подошва, шнуровка, как в инуике. Они реально лучше смотрятся, чем мои из Золандо с прошлого года. Я не знаю, как я так умудрилась их сносить, хотя ничего особенного с ними не делала. Куртка мне понравилась и каким-то другим нарядом. Ее можно носить в качестве утепленного жакета. Здесь что-то внутри есть, то есть она не тоненькая. Или же весной в качестве куртки. Куртка-жакет у меня в размере XS, но как видите, она сидит свободно. У меня внутри кофта, еще и шарф я туда заправила. Я, наверное, подожду ее на скидках, а возможно и возьму себе. Меховые аксессуары сейчас в тренде и я не видела, чтобы конкретно эта модель была в других расцветках, но есть и без цепей. Вот она сюда бы лучше, конечно, подошла. Вот видите, какой здесь типомех. Аж хочется, чтобы вы через экран смогли это почувствовать. И то же самое могу сказать о вот этом шопере. Я еще подумаю, какого цвета мне больше подойдет этот или хаки. Наверное, все-таки светленький. Костюм не вау. Можно найти похожий, если не лучше, на Алиэкспресс. Я еще подумаю, он мог бы быть поплотнее. Это мое пожелание. Он у меня в размере S. Я чуть, знаете, не забыла показать вам, поэтому я уже поснимала ботинки. Он не короткий. Штанины, ну видите, свободные. Вещи в H&M часто настолько помятые, что когда их разглаживаешь дома, они выглядят гораздо лучше. Ну и молочные будут смотреться тоже супер. Вот видите, такой же шопер, как я показывала вам, светлые, только хаки. Но это именно холодный цвет хаки. А у меня скорее все аксессуары и вся одежда теплого оттенка. Кто спрашивал, есть ли манишки подобного плана, как у меня, это даже не совсем шарф и не жилетка, именно как манишка. Но прикольная штука. У меня оранжевая, я постараюсь найти для вас и другие цвета. Мне кажется, что они должны быть. У меня, правда, поплотнее вязка. Не понимаю феномен этих дутиков. Мне кажется, они так быстро промокают. В прошлом году многие носили брендовые Louis Vuitton или кто их там выпускал. Сейчас их навалом везде. Тоже как и Nuiki, но будут промокать. Хотя выглядят неплохо. Вот это сочетание супер. Ну и черные. Нет, нет, нет. Я прохожу мимо. Ну, мало ли, вдруг кому-то хотелось. Еще два аксессуара, вдохновленных брендами. Это панама, но скорее это летний вариант. Вот такая сумка багет. Похоже, есть постоянно манго, например, но они там тоже дороже. Поэтому, если хотите что-то для конкретных нарядов, то я за. Есть еще вот такие меховые сумочки, но те, которые я с самого начала брала в раздевалке, показывала, они реально как-то получше. Там и мех такой гладкий. Ну, хотя, если вам такое нравится, то окей. Она маленькая. Вот эта куртка настолько яркая, что я подумала, она хорошо могла бы смотреться в гардеробе кого-то из вас или просто для разнообразия. Давайте посмотрим. У меня есть свитер такого цвета и я от него обалдею. Я решила сочетать это пальто с теплым свитером с шерстью. На мне леггинсы из H&M. Я в них пришла. Они очень хорошо тянутся, типа как джинсы. Но в тон к свитеру я нашла вот такие сапоги. Они оказались невелики. Это 38 размер, а на плоском ходу в основном я ношу именно 38. Так что мне на 38 нужен был бы 37. Даже на 37 с половиной, 37. Вот так. Они, конечно, широковаты в голенище, но это у меня частая проблема. Как-то сегодня шумно и очень много клиентов. Свитер этот есть в нескольких цветах. Он с примесью шерсти, поэтому в нем тепло, я вам точно говорю. Я стою, тут просто погибаю. И именно в сочетании с черным. Вот у меня моя черная сумка, мои очки, в которых я приехала. Мне кажется, так с одной стороны обычно, но именно за счет сочетания цветов. По-осеннему немножечко ярко, но в рамках базового гардероба. Как вам? В куртке есть капюшон. Он не отстегивается, но не слишком объемный. Просто набросить, если вдруг начнется дождь. В жизни ткань не настолько блестящая. Опять же, делаем скидку на свет. У меня размер XS и объемный свитер под этим пальтом. Так, если надеюсь, что-то потеплее, то я вполне себе его вижу до минус пяти. И вот такой цвет будет очень хорошо смотреться. Хочешь чем-то поярче, так и с бежим, например, с черным, с серым, с синим. На самом деле более универсальные, чем может показаться на первый взгляд. Эти сапоги есть в трех, по-моему, расцветках. Видите, насколько они широки и не застегиваются. То есть их просто надеваешь, как какие-то валенки. Вот этот цвет оригинальный. Мне кажется, что мне даже 37 были бы широки. К сожалению, нет, но пришлось бы ушивать конкретно на мою ногу. Вот в Страдивариусе и в Заре мне чаще подходят такого плана сапожки. Но это тоже экохожа. Гладкая вязка, не очень колючий, но греет. Для меня сейчас это слишком. Высокая горловина, но здесь сзади разрез, нет возможности показать на вешалке. Это сделаю, поэтому его удобно надевать и он еще и не жмет. Так, вы мне доверяете? Мы разглаживаем и будет бомба. Очень стильно. Может выглядеть, вы знаете, с такими вот разрезиками. Его можно частично заправлять спереди или носить вот так. Еще нашла ботинки. Это 38 размер. Они элегантные, устойчивый каблук. И вот даже не обязательно в каком-то кэжуальном образе, а более элегантном. Добавляем сережечки. И все, можно куда-нибудь идти ужинать с подружкой, с мамой, с любимым. Цвет мне очень нравится. И вот если сейчас в примерочной, вы скажете, как-то странно, дешево. Потом я бы его отгладила, думаю, отпарила бы. И все бы спрашивали, откуда у тебя такой стильный свитер? Необычно еще и с вот этими разрезами. Ну, правда, вроде как скромно, но с изюминкой. Вот видите, здесь такой разрезик. Я просто вытянула этикетку. Все ссылки, все цены проверяем в инфобоксе. Ну, так, глянула. 129 злотых, 130. Так же, как в прошлом году, даже не подорожали. Они из года в год появляются. Ботиночки приятные. Это 38 размер. Устойчивый каблук. Сейчас посмотрим, сколько они стоят. 149 злотых. То есть, это эко-кожа, но я даже подумала, что это реально кожа. И мне нравится то, что с одной стороны немного вытянутый носок, да, удлиняет ногу, но при этом не слишком. Зауженный моим пальцем там, не тесно. В 38, как в литой. Суперски. И не слишком широкий здесь. У меня это вечная проблема. Ну что, едем дальше. Это платье. У меня чуть-чуть велико. Это довольно объемный размер XS. И я подумала, что просто теплое осеннее платье, это слишком скучно. Вот ориентированность на клиента уровень минус 2. Потому что, если бы у меня воображалка не работала, я бы сказала, выглядит как тряпка слегка. Но отпариваем. Отпариватель это наше все. Или хотя бы утюг. Мне безгранично нравится этот цвет. С черным роскошно. Или даже стерокотовым. Вы можете взять любое ваше базовое осеннее платье, подобрать к нему какой-то свитер в тон, или наоборот, что-то контрастное, и повязать на плечи. Можно подчеркнуть еще талию каким-то поясом. Тогда будет еще более женственно. Я взяла вот эти ботиночки на каблуке. Это тоже H&M. Все. И вместе роскошно, элегантно и недорого. Только разгладить надо. Я это скажу сто раз. Но действительно, это факт. Шопинг-влог делает такое. Не буду же я с собой таскать отпаривателем. Но я думаю, что идея интересная. И мне такое нравится. Платье свободное. По-моему, здесь есть что-то шерстяное. Я могу ошибаться, но как же жарко. Вот такая вязка и пряжа в этом платье. Я проверила в составе 8% шерсти. Это лучше, чем ничего. Я сейчас нахожусь в Манго. В этом сезоне у них много дубленок. Я взяла себе шоколадную с вот таким бежевым мехом. Но есть и черная с белым. Но он типа такой кремовый. У них есть разные модели. И вот такие обычные. И удлиненные. Поэтому, если такую искали, то можете глянуть у них. А мы сейчас с вами начинаем примерку здесь. Взяла платье. Это даже не миди, а, наверное, макси. К сожалению, не было XS. Поэтому мы будем мерять S в надежде на то, что оно подойдет. И вот такое пальто просто для образа. Хотя цвет безумно красивый. Что тут у меня еще интересненького? Вот такие ботинки. Такие же, как у меня были в прошлом году. Они до сих пор есть. Они мне сужат. Все с ними хорошо. Только по цвету отличаются. Эти подойдут мне для наряда. Сумочка вот такой жесткой формы. И у нее супер необычный цвет. Коричнево-бежевый, но с зеленцой. Вот еще такое платье. Вдруг кто не подойдет или что-то с ним будет не так, как мне хотелось бы. Две пары очков. Если вы сейчас предпочитаете не покупать дорогие очки, но хочется, чтобы по форме это было стильно, чтобы это была классика, типа как селин, вот что-то такое, то у манго всегда хороший выбор. Я взяла себе две пары. Еще шапочку. Кто бы что ни говорил, но чисто мое мнение, вот эта самая благородная цветовая гамма наравне с черным, синим, серым, это действительно будет всегда актуально. Единственное, что сегодня не мой день, что касается размеров, потому что практически все велико. Очки мне безумно нравятся по форме. Платье, между прочим, с 9% шерсти. Ну, эска очень-очень большая. Ну, вот правда, беременяшки на заметку. Мне сказали, что онлайн есть. Оно тепленькое. Можно как-то поясом красиво подчеркнуть талию. Но что есть, то есть на сегодняшний день. Пальто я тоже постараюсь купить на распродаже, потому что это чисто, знаете, такая накидка на более теплые дни. И сумочка вот как бы придает какую-то интересность этому образу. Они все чисто бежево-коричневое. Иногда камера не совсем правильно передает цвета. Но поверьте мне, что по теплоте они друг другу в реальной жизни хорошо подходят. Образ в стиле Макс Маре. Если вам хочется, вы можете взять обувь на каблуке. Но я часто, например, не часто, реально каждый день много хожу. И каблук должен быть как минимум устойчивым. Так что с платьем, конечно, пролет, пальто и остальное, то, что мне понравилось, буду стараться приобрести. Возможно, даже в черную пятницу, потому что в Манго обычно хорошие скидки там до 30%. А ботиночки такие же один в один, как и в прошлом году, просто даже более удачного цвета. Так что, ой, если вы в прошлом году не успели их приобрести, то могу вам их точно советовать. Пальто, конечно, дороговато, но здесь 21% шерсти. И мне необходима эска. Вроде как написано, что хендмейт, но подкладка могла бы и быть, друзья, за такую цену. Карманы, все дела. Смотрятся очень даже неплохо. Просто нужно ожидать где-то по более приятной цене вообще, что произошло. Сколько стоит сумка? На сумке нет ценника, но, надеюсь, хоть она не стоит мульон. Я не знаю, что скажете вы, но совершенно случайно этот наряд оказался одним из самых таких, которые мне нравятся. И при этом удобно. И каждую вещь можно носить по отдельности. С разными аксессуарами, с разными низами, курточку вообще, с чем угодно. Вот как себя теперь остановить? У меня же есть дубленка. Но шоколадной же нет, может себя порадовать как-то. Она очень красивая. У меня эска. Я взяла себе чуть побольше, чтобы она сидела свободно, чтобы под низ я могла надеть что-то такое. Свитер какой-нибудь объемное, тепленькое. Платье гляну, наверное, в каком-то другом цвете, потому что этот мне будет сложновато интегрировать в мой гардероб. Хотя, не знаю, не знаю, подумаю. Обычное платье лапша. Можно надеть теплые колготки и отменно. Шапка, не знаю, с шерстью или нет. И вот эти очки тоже современные. Возможно, даже модные. Но как-то так прикольно. Можете покритиковать. Светлое платье, наверное, смотрелось бы здесь лучше, чтобы так полностью удлинялся силуэт. Но в целом, девочки, у меня сапоги светлые. Они могли бы спрятаться под вот этим платьем. Только нет, сапоги могут оттопыриваться. Ну, короче, как идея, шапочка, кстати, тоже чуть-чуть теплая. Потому что здесь 5% шерсти и 5% альпаки. Пока я созрела хотя бы померить вот это полупальто из манго красивенного болотного цвета, уже нет размеров. Самый маленький М. Он мне точно будет велик. Ну, хотя бы прикину, как это выглядит. Также из верхней одежды взяла пальто. И то, чего я сразу не заметила, это, посмотрите, оно буквально на вешалке начало кататься. А стоит капец как много. Это реально очень дорого. Вообще для сетевого магазина здесь такие бархатные пуговки. У меня размер XS. Посмотрим. Мне очень нравится гусиная лапка. Но если вы хотите примерить на себя этот тренд и попробовать носить, возможно, стоит начать не с верхней одежды. Уже давно хочу себе классические казаки. Нашла в манго. Вроде как размер мой. Каблук немножко скошенный. Они не расстегиваются. Буду мерить. Но хочется чего-то такого, знаете, вот скромного, но при этом не слишком ковбойского. Если вы понимаете, о чем я. Также девочки просили меня померять вот эти ботинки из манго. Но в нашем магазине они какие-то припавшие пылью. Не знаю, то ли давно стоят, то ли их достали откуда-то. С вот такой интересной пряжкой. Которую не обязательно каждый раз расстегивать, потому что здесь есть молния с внутренней стороны. Вспомнила, что мне нужен белый джемпер. И я надеялась, что это именно то, что уедет со мной. Но он какой-то такой, как шарик. Вот здесь надувается. Мне это не очень нравится. Но ткань супер приятная, мягкая. И здесь небольшая стоечка, неотрезная. Так сшита. У меня размер S. Но джемпер не маленький. Широкий. Я слегка как действительно надутый шарик в нем. Не совсем то, что я искала. Пальто точно нет. Оно из плотной ткани и какое-то такое тесное. Мне нужен побольше размер. Это явно. Но остался только XL и L. Помимо этого, S смотрелось бы лучше на мне. Но нет, это просто, знаете, вариант на выход. Потому что застегивается на внутреннюю пуговку и на вот эту внешнюю. И все. Вот это вот раздувается на какую-то теплую осень, на весну. Но я говорю вам, что оно складывается. Поэтому точно нет материала. Это, о боже, это приталенный вариант. Как-то мне кажется, что оно у меня еще и сильно увеличивает за счет вот этой расцветки. Сюда тоже подошли бы какие-то классические сапоги. Но я загорелась этими казаками. По-моему, мне нужны на размер меньше. О них мы сейчас с вами поговорим. Если вам это пальто нравилось онлайн, то не рекомендационно. Но правда, посмотрите. И за такие деньги. Ботинки ничего так. Но их придется дома накремить. А то они какие-то тусклые. И мне все-таки в пору 37 размер. То есть они слегка больше мерят. Удобные, но не суперлегкие. Как вариант, почему нет. Я думаю, если заказать их в онлайн-магазине, то они будут выглядеть лучше. Пальто взяла бы, если бы оно было в моем размере. Видите, м-ка и по рукаву длинно, и по плечам велико. Оно не слишком плотное. Цвет. Я вообще без ума от всей вот этой жакейской темы. Возможно, даже в милитаре. Я бы даже взяла к этому пальто. Или нашла бы у себя, если они все еще есть. Жакейские сапоги. Такие высокие, как у наездницы. Грубые. Было бы вообще. Но, к сожалению, только М-ка. Может быть, онлайн поищу. И если повезет, то на распродаже. Буду выглядывать его. Цена еще такая терпимая. 100 евро. И написано, что это итальянская шерсть. И подкладка присутствует. А то в Заре обнаглели, а очень часто и подкладки нет. Господи, эти куртки реально в каждом магазине. И во всех возможных расцветках. Кстати, не очень дорого. Вот еще такой, типа под джинс. Есть вот такие модели удлиненных дубленок. Видела пока что только черного цвета. И вот те, которые мерила я. Почему-то большим спросом пользуются именно шоколадные. Я, пожалуй, тоже возьму себе. Вот такая мне нравится меньше всего. Но она самая длинная. Возможно, для высоких девочек. Но она какая-то немножко как устаревшая. Нет, и вот эти нашивные карманы. У меня есть не буду брать, но покажу вам. Тоже гусиная лапка. Только видите, она шоколадная с кремовым. Не такая контрастная. Если вас немножко смущает черно-белая, то можете попробовать с такой. Реально дутики везде. В каждом магазине приблизительно одно и то же. Только лучше и хуже по качеству. Там дороже и дешевле. Короче, то же самое с разных ракурсов, можно сказать. Или мне только кажется. Что думаете? Боже, какой красивый цвет шубки. Она точно такая же, как у меня моя светлая. Здесь такой плотный искусственный мех. Он не вылезает, не вытирается. И их повторили в этом году. Ну вот у нас в магазине представлено два цвета. Черный и это даже не оливковый. И вот что-то такое коричнево-зеленое, назовем это так. Но в нем явно больше зеленцы. Подскажите мне, какой это цвет? Это даже не фисташка. Ну, в общем, сами видите. И эта шубка в этом году стоит гораздо дороже, чем я за нее заплатила. Плюс у меня еще и была скидка. Вообще, можно сказать, я ее приобрела даром. Очень красивая. Вот эту, правда, себя хотела бы. Может, повезет. Может, никто не рискнет купить себе такое. Ну, и черная, это, конечно, классика. Она смотрится дорого. Чтобы вы понимали, что в наших магазинах. То есть, тут сильно не разгуляешься ни с цветом, ни с какими-то интересными нарядами. Потому что многое прямо сдержанное и гораздо больше выбор онлайн. И, наверное, нашей финальной остановкой в этом шопинг-блоге будет резерв. По-моему, она была в прошлом году то ли в мангу, но что-то очень похожее. Она темно-темно шоколадного цвета. Или это даже черная. Вот как-то при разном освещении смотрится по-разному. Конечно, предложение носить дубленку очень экстремальное. Я думаю, что когда настолько холодно, то уже как бы топы никто не надевает. Хорошо хоть не в босоножках. Ну, давайте померяем, что это такое. Между прочим, смотрится ничего так. Опять же, нет XS. И эска, видите, ну, мне такая свободненькая будет. Ну, ничего так. Длина хорошая тоже. Мне нужно зайти купить капроновые носочки черные. Все порвались. Думаю, что только-только появились. Распуговицы еще вот заклеены. Они темненькие здесь. Я уже, правда, с дубленкой. Я взяла ее в манго. Но это тоже интересно. Девочки, вижу, что сейчас везде буквально вот эти укороченные жакеты. На мне сейчас 36 размер. 34, но реально было бы очень тесным. Что я хочу вам сказать. Тема совершенно не моя. Мало того, мне кажется, что такие жакеты в стиле Шанель хорошо смотрятся только или на очень молодых девочках, прям юных. Или же на высоких и худых, стройных. Потому что, ну, я какая-то как подстреленная, нет? И это не совсем Шанель, я согласна. Но прям такую вот чисто копию я не захотела брать, потому что это слишком. Мне кажется, что я в такой вещи выгляжу на 10 лет старше. Хотя говорят, что это классика. Но как-то с такими моделями у меня не сложилось. Они бывают еще короче, вот такие, да. Я взяла еще гусиную лапку. Надела это все дело с ботфортами. Чисто ради интереса. Но однозначно я так ходить не собираюсь. У меня есть юбка такого плана, розовая гусиная лапка. Но правда, как-то я себя ощущаю не в своей тарелке в таких вещах. Может, я слишком привыкла к оверсайзу. Такое тоже может быть. Но мне кажется, это меня еще как-то полнит визуально. Не знаю, хочется подлиннее. Подлиннее, чтобы это все было. Хотя материал здесь такой плотненький. Жакет без подкладки. И вот пуговицы. Ну что, не ожидали? А я тут в кардигане с крупными цветами. Я заметила, что в резервте есть такая, типа, как мини-коллекция. Там ничего только нет. И рюкзак с таким принтом. Я подумала, что мы тоже с вами померяем. В качестве развлечения для меня и для вас. Поэтому он сейчас на мне. Довольно объемный. При том, что это эска. Я думаю, что так и задумано, чтобы он реально болтался. Наделает самое обычное черное боди. Я в своих черных леггинсах. И чтобы не скатываться в бабка стайл, я решила добавить грубые ботфорты. Они с меня сползают. Хотя, по размеру, как бы, 38 окей. Можно было бы даже 37 мерять. Это ботфорты на крупной, на такой грубой подошве. И они поблескивают. Мне это не очень нравится. Если бы я себе ее покупала, то наверняка они блестящие. Возможно, вы удивитесь. Но раньше, лет так 14 тому назад, а то 13, ну где-то так, ботфорты были очень модными. И я носила их прям регулярно. И не вот такие девочки. А она каблучища. Да, на такой платформе это был капец. Но тоже было. Поэтому для меня это такой, знаете, взрослый вариант. Я не знаю, что скажете вы. Для разнообразия почему бы и нет. Но я бы еще добавила какие-то массивные сережки, интересные очки. Для того, чтобы наряд был более современным. Ну, черный это черный, да? Почему? Почему себя, знаете, как-то? Не порадовать. Хотя крупный примет зачастую мне не очень идет. Также вместе с вами решила померить еще пальто-халат. Вот такое стеканное. Это, к сожалению, не пуховик. Не какой-то мега утепленный вариант. Но я вот в прошлом году ходила в своем из манго. И, в принципе, мне не было как-то холодно. Особенно, если надеваешь такую вещь поверх спортивного костюма, например, или чего-то такого не супер тонкого. На мне S, и я не застегивала его на кнопки, потому что, смотрите, я завернулась буквально в два раза. То есть это, ну, как минимум, M. Меньше нет. Размерная сетка начинается с S. Такие разрезы по бокам. Оно не очень дорогое. При этом, если соберетесь покупать, нечто такое. Вот у нас скидка будет очень выгодна. Я свое часто носила. Видела только черное такое. Есть карманы. Оно так сделано как-то. Сейчас вам покажу. Видите? Странно. Как будто только один слой ткани. Нет подкладки. Чего-то такого. Ну, выглядит неплохо. Как-то во всех магазинах приблизительно одинаковое качество. Только цены разные. Я, как человек-жакет, не могла пройти мимо этого костюма. Я себе брать не буду, потому что у меня есть похожие. Но, мало ли, может кому-то пригодится. Очень красивый жакет. Такого нежного, арахисового цвета. Эко-кожа приятная, не дубовая. И в жизни не так сильно блестит. Этот костюм чем-то похож на мой из манго. Только в моем больше зеленцы. Здесь есть подкладка. Мне, кстати, в таких вещах не жарко. Конечно, в плюс 35 я такое не надеваю. И брюки на завышенной талии с поясом. Пояс можно заменить, тогда будет еще круче. Почему-то весенне-летние коллекции мне всегда нравятся больше. Специально покажу вам, как это выглядит у нас. Иногда заходишь, и прямо тебе хочется вынести пол магазина. А сейчас какая-то модная депрессия царит. Правда. Вроде как и хочется что-то померить, но реально нечего. Ну или как бы... Здравствуйте. По-моему, нет. Мне такое не очень. Ну что, друзья мои. Я уже дома. И я хочу вам сказать, что я не очень довольна тем, что я видела в магазине. Но буду благодарна вам за пальчик вверх. За старания, как минимум. Это уж дело такое. Не от меня зависит то, что продается в магазине. Но я старалась. Это, собственно, мой улов. Немного. Но зато в моей любимой цветовой гамме я смогу по-разному сочетать все эти вещи. Что я приобрела? Дубленочку из манго. Взяла вот это платье и попытаюсь вообще как-то прикинуть, насколько оно впишется в то, что у меня есть. И посмотрю, как оно будет выглядеть с разной обувью, которая у меня имеется. Взяла вот эту сумочку из H&M. Буквально, знаете, вот несколько новых аксессуаров способны разбудить даже старый гардероб. Меховая шапочка. Я уверена, что вы ее неоднократно увидите на мне. А если не увидите, то в реальной жизни я действительно буду ее носить. Новый шарф. Просто для того, чтобы прикрыть горло. И не всегда хочется надевать что-то супер теплое. Особенно, когда ты и так уже в пуховике, в каком-то шерстяном свитере. И еще взяла вот этот велюровый костюм. Тоже из H&M. Думала, может поменять его на светлый. Но потом решила все-таки, что оставлю этот. Даже в качестве домашней одежды или в какие-то поездки. Даже вот сейчас достала его в дневном освещении. И цвет еще более приятный. И по качеству лки. Я не стану искать где-то в другом месте. Он не такой дорогой. И там на несколько сезонов мне его хватит. А, и еще, девочки, нашла капор. Так это называется, правильно? Попробуем посоставлять с ним разные наряды. Я, между прочим, покупала себе еще и серый на Алиэкспресс. И я не успела вам его показать. Он пришел чуть позже. Так что в следующем влоге будут покупки. Где я покажу и скажу, откуда были идеальные голубые джинсы. Я купила себе еще и черные. Онлайн, между прочим. Еще несколько покупок на осень. Это, собственно говоря, все. Я немножечко развеялась. Надеюсь, вы тоже. А на этом пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok